Видение Бога Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Беседа о первой части символа веры. Беседа о первой части символа веры. Есть в кратких, но точных словах изложенное учение о том, во что должны веровать христиане. Так изложили учение веры отцы Первого и Второго Вселенских Соборов в 325 и 381 году от Рождества Христова. Символ веры разделен на 12 частей. В первой части говорится о Боге первоначально, в особенности о первой ипостасе Святой Троицы, о Боге Отце и о Боге, как о Творце мира. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Веровать в Бога значит быть твердо уверенным в том, что Бог существует. Веровать значит всем сердцем принимать Его Божественное Откровение, то есть все, что Он открыл о Себе и о спасении людей, через Господа нашего, Иисуса Христа. Но чтобы вера наша была живой и действительной, необходимо исповедовать ее. Исповедовать веру значит открыто выражать внутреннюю веру в Бога словами и добрыми делами. И никакие опасности, гонения, насмешки, страдания и даже сама смерть не должны заставить нас отречься от веры в истинного Бога. Святой апостол Павел говорит «Сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Примерами твердого и мужественного исповедания веры служат святые мученики и пустынники. Претерпевая мучения и лишения, святые подвижники достигали спасения и получали еще при жизни много дарований. Слова символа веры во единого Бога указывают на единство истинного Бога. Бог есть один, и нет другого, кроме Него. Он един по существу, но троичен в лицах – Отец, Сын и Святой Дух. Троица – единосущная и нераздельная. Эта тайна непостижима для нашего ума, но мы веруем словам воскресшего Христа, который, посылая апостолов на проповедь, сказал «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Наш видимый мир несет в себе печать троичности Творца. Время бывает прошлое, настоящее и будущее. Состояние материи бывает твердое, жидкое и газообразное. Все разнообразие цветов в мире слагается из трех основных – красного, синего и желтого. Человек проявляет себя через мысль, слово и действие, и сам по себе тоже есть триединство тела, души и духа. Спасение наших душ слагается из трех христианских добродетелей – веры, надежды и любви. Бог – есть существо высшее, надмирное, сверхъестественное. Но Он не безличное существо. Он любящий и заботливый Отец. Знать существо Бога невозможно. Оно выше всякого познания не только людей, но и ангелов. И только по свидетельствам священных писаний и предания, именуемых вместе Божественным Откровением, мы имеем понятие о некоторых Его свойствах. Духовности существа Божия не противоречат те места Священного Писания, в которых приписываются Богу телесные признаки. Духовные писатели говорили о свойствах Божьих языком символов, более понятным для нас. Мы называем Бога Вседержителем, потому что Он, как Царь Небесный, всем управляет и все содержит в своей силе и власти. Еще мы называем Бога Творцом Неба и Земли, потому что все, что существует, как в видимом мире, так и в невидимом, создано Святой Троицей. Бог Отец творил предвечным Словом при воздействии Святого Духа. И все существующее живет и движется только Божьим установлением и благодатью. Бог сотворил мир из ничего. Однако не следует так же думать, будто Бог создал все из самого себя. Мир – не ущербное божество, а нечто совершенно новое, вызванное к жизни Творцом. И для Бога творение мира не было необходимо. Сотворение мира есть свободный дар воли Божьей, а не бессознательное, непроизвольное действие. Стоит только внимательно посмотреть вокруг, увидеть красоту окружающего нас мира, почувствовать его гармонию и совершенство, чтобы признать благость, мудрость, любовь Создателя, который наполнил мир красотой и смыслом. Стоит и ущербное божество, Бог истинно познается душой достойной и ему угодной.